МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В декабре минувшего года музей состоялся традиционный международный музыкальный фестиваль Святослава Рихтера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году проведение фестиваля отмечено двумя важными для музея датами столетия великого музыканта Святослава Теофиловича Рихтера и 35-летия организованного им фестиваля, художественным руководителем которого он был до последнего дня. Естественно, что мы как-то решили особо отметить эти важные для нас даты. Впервые в фестиваль было включено 19 концертов. Это для музея в течение месяца, конечно, очень большая программа. Кроме того, мы, конечно, думали над той выставкой, которая, опять-таки, традиционно будет показана. Проведение музыкального фестиваля с обязательным сопровождением, соответствующей выставкой, такой проект, он был сделан именно по желанию Святослава Теофиловича. Ну, известно, что Генрик Кусталович Негаус называл Рихтера не только человеком слышания, но и человеком видения. В нем был, безусловно, и дар художника, который он только частично реализовал, но и он был великим музыкантом, великим пианистом. Мы придумали тему, которая, казалось, нам соответствует и масштабу нашего художественного руководителя, и самому фестивалю декабрьские вечера, тему вечных тем искусства. Это темы, которые обогащают и развиваются, но на протяжении практически всей известной нам истории искусства. Ее достаточно много, но мы выбрали четыре из них. Одна из них посвящена теме любви, другая – героизму и мужеству. У нас есть группа художественных произведений, которые иллюстрируют тему человека и окружающего его мира, а также тема, которая часто, много, на разных этапах развития истории искусства встречается. Тема рока, тема судьбы, тема суеты, сует, тщетности живойчивой и так далее. Возможно, что из перечисленных тем самое значительное, самое востребованное искусство является тема любви во всех видах творчества. С древнейших времен и до наших дней. Это сложное и многообразное чувство. Оно реализует себя и в дружбе, и в семейных отношениях, и в жертвенной любви, в любви к отечеству. Ну и, конечно, обязательно взаимной любви мужчины и женщины. С этой темой очень ясно и предсказуемо, конечно, связана тема красоты. И она опять-таки находит свое глубокое выражение в самых разных видах искусства. Пушкин очень хорошо сказал об этом. Одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия. Ну вот, очевидно, обращение к такой теме на музыкальном фестивале вполне оправдано. Тема любви, которая может носить самый разный характер в пластических искусствах, изображалась с древнейших времен. Мы показываем на выставке скульптурную группу египетского скульптора, который работал в 2300 году до нашей эры. Эта скульптурная группа изображает вельможу Унио со своей супругой и сыном. Но надо иметь в виду, что все египетское искусство оно было теснейшим, неразрывным образом связано с заупокойным культом. То есть я имею в виду, что после смерти человек вступает в другой мир, и он должен быть обязательно узнаваем. То есть черты их лиц портретны. Больше того, вы видите, что супруг, он был меньшим по росту. И скульптур этого не скрывает. Это одно из первых изображений семейной сцены. И потому как ведут себя персонажи, как дитя заботливо спрятано между сидящими отцом и матерью, они охраняют его. Он маленький, вот он рядом с ними. Не демонстративно, но очень заметно. Они выражают свои знаки приязни друг к другу, знаки любви друг к другу. Вот такое уже обозначение темы любви, оно происходит в Древней Греции. И здесь возникает в мифологическом пантеоне древнегреческом, возникает Афродита. Уже в Древнем Риме она получила имя Венеры. Прекрасная женщина, которая олицетворяла собой и красоту, и любовь. Мы на выставке показываем вам прекрасный торс Афродиты. Он исполнен во II-I веках, еще до нашей эры. Но это реплика римского времени, то есть повторение. Дело в том, что до нас дошло очень мало подлинной греческой скульптуры. И, как правило, наиболее значительные произведения, они повторялись римскими мастерами уже в Риме. Надо сказать, может быть, это и немногие знают, что в древнегреческом искусстве первое обнаженное женское тело, которое создал великий скульптор Прокситель, было сделано только в IV веке до нашей эры. Эта знаменитая Афродита Проксителя была исполнена по заказу жителей острова Кос. Но когда они увидели этот торс замечательный, они от него отказались, они испугались. Они никогда не видели таких изображений обнаженного женского тела. Но тогда этот торс приобрели жители острова Книда. И поэтому вот эта Венера называется Венера Книдская. Это вот тот образ, который существовал в искусстве на протяжении многих-многих веков. Возникновение христианства внесло в эту тему любви новые мотивы. И здесь проводником этой любовной темы становится любовь Богоматери, Марии и младенца Христа. Тема материнской любви, заботы и способности к принесению жертвы то, что, собственно говоря, делает Богоматерь, отдавая своего Христа на гибель во имя счастья людей, она пронизывает все средневековое искусство и затем продолжает существовать, ну, собственно говоря, и вплоть до настоящего времени. Но такой основной темой можно считать ее вплоть до конца 17-го, начала 18-го века. На выставке я показываю вам картину Мадонну, так называли в Италии, Богоматерь, Марию, с младенцем под аркой. Эта картина исполнена, очевидно, в начале 16-го века. Она долгое время считалась работой известного мастера Бернардино Бутиноне. Но сейчас есть некоторые сомнения у ученых, считают, что это последователь Бутиноне. Так или иначе, это великолепная картина. Фигура Мадонны изображена под древнеримской аркой. Обращение к античности здесь ощущается в формах обрамления, архитектуры, в которой заключены образы. Это ренессансное, то есть возрожденческое произведение. И мы с огромной силой чувствуем, как вот главным мотивом этой картины, несомненно, является взаимная любовь матери и сына. Этот союз, это единение изображали по-разному. Но здесь мы видим, я бы сказала, главное в этом чувстве, которое охватывает и мать, и дитя, это доверие друг к другу во взгляде младенца, его обращенности к матери и бесконечная любовь, но и оттенок грусти во взгляде Марии, которое предвидит трагическое будущее своего сына и покорно следует навстречу его судьбе. Эта тема, которая объединяет близких людей, нашла мощное выражение в творчестве крупных мастеров и последующего 17-го столетия, когда художники все чаще уже обращались к самой жизни. И вот одним из мастеров, называли их мастерами реалистическими, Питуро де ля реальта, живопись реального мира, был французский художник Луи Ленен. Но когда мы говорим Ленен, мы имеем в виду, что за ним стоят еще два его брата, Антуан и Матье, это были три брата, они работали вместе. В данном случае я показываю вам картину «Посещение бабушки». Это картина из государственного Эрмитажа. И ей специалисты Эрмитажа уверенно приписывают имя, имена Луи Ленена. Важно другое. То, что эти мастера, работавшие в самом начале 17-го века, конечно, находились под влиянием великого Караваджо, итальянского мастера. Все, кто обращался к реальному миру образов, а не мифологическому, обращались к этому художнику и пользовались вот открытием им вот этого мира, реального мира людей, как бы реальных людей. Должна вам сказать, что существует некоторое сомнение в том, что это именно посещение бабушки, то есть родной этим детям, которые пришли к ней, женщины. Ну, может быть, это так, может быть, не так. Так эта причина этого визита не так уж важна. А важно то, что молодые люди пришли к пожилой женщине и оказывают ей знаки внимания. Вот это и есть излучение чувства. Это и есть любовь. Любовь к своим ближним, родным или, может быть, не очень близким людям. И все это, имея в виду очень интересную композицию, обратите внимание, что головы, они все на одном уровне. То есть это изображение превращается как бы в фриз. Ну, фриз – это уже часть архитектуры, то, что придает торжественный ритм всей этой композиции. Вот эта линия интереса к отношениям в обществе, к семье, она была развита во французской живописи. И уже через примерно 100 лет замечательный художник Жан-Батист Шарден создает свою картину «Молитва перед обедом». Эта картина тоже из Государственного Эрмитажа. Одна из важных картин этого музея. Она создана уже примерно к середине 18 века. В картине Линена мы видели персонажей из крестьянской среды. Здесь люди так называемого третьего сословия. Это тот, нарождавшийся с начала 18 века и даже раньше класс, который будет потом определен как буржуазия, к которому Шарден и его время относились с большим уважением. И мы видим опять, как патриархальные отношения господствуют в этой семье. Тепло, дом, забота друг о друге. Вот одно из проявлений темы любви. Эта тема не умирала вплоть до 20 века. И мы пригласили из Третьковской галереи картину «Кормильцы с ребенком» Алексея Гавриловича Венецианова. По своей живописи и по своему звучанию темы взаимной привязанности и заботы весьма значительное произведение. Оно сделано где-то в 30-х годах, видимо, 19 века. Здесь вот он изображает красивую, сильную женщину, довольно нарядно одетую, в кокошник. Это традиционно для кормилицы дворянских семьях. У нее довольно дорогие сережки в ушах. Это значит, что и к ней относятся с уважением. Она воспитывает наследников. Я бы сказала, это такой вечный образ начала жизни. Это образ, который идет от древних времен. И каждый раз трансформируясь, как бы совершается какая-то метаморфоза. И он предоставит перед нами этот образ, вечный, в другом качестве. 18-е столетие вносят ноту в тему любви, которая почти не существовала до этого. Тему такой игры в любовь. И здесь как раз французские мастера, такие как Антуан Вато, крупнейшие мастера, и такой мастер, как Буше, они вносят свои акценты. Мы получили от Эрмитажа одну из самых ранних картин в АТО. Называется она «Затруднительное предложение». Марсель Фруст, знаменитый французский писатель, уже работавший во второй половине 19 века, писал. Он, он имеет в виду в АТО, первым изобразил современную любовь, в которой беседы, вкус к удовольствиям, прогулки, занимают больше места, чем любовные утихи. То есть любовь для Вато нечто плотское, как бы такое мощное проявление плотского чувства, нечто недостижимое. Такое понимание этой темы у Вато. Любовь в ее именно таком мощном плотском, ну, пожалуй, даже эротическом проявлении была очень характерна для картин Франсуа Буши, современника в АТО, но начавшего гораздо позднее. Эта тема вот получает у него мощное развитие. И здесь я показываю вам его картину Геркулес и Амфала. Но интересно, что в этой теме он уж изображает не реальных персонажей, а все-таки мифологических. Здесь изображен знаменитый герой Геракл в объятиях и сам обнимающий лидийскую царицу Амфалу. Надо себе представить, что эти же персонажи, если бы они не были освещены мифологическими именами, картина звучала совершенно, конечно, по-другому. Эта прекрасная, качественная картина, она является достоянием нашего музея. В начале уже 20 века появляется новый тип интерпретации этой темы. И мы показываем вам картину Павла Пикассо «Свидание». Она носит еще одно название «Объятие». Она сделана совсем молодым мастером. Ему не было 20 лет даже. Он приехал в Париж. И здесь он написал эту картину. Мы знаем, что он очень долго над ней работал. Известно много рисунков, набросков и так далее. Удивительная картина по изъявлению силы чувств. Конечно, это любовное объятие. Конечно, присутствие этой постели. Оно говорит нам о возможном продолжении этой встречи. Больше того, мы ведь не знаем, близкие – это люди друг к другу или чужие. Тогда это вообще другой вид и тип любви, как говорится. Но понимаете, вот в этой картине есть что-то очень искреннее и очень мощное по проявлению силы чувства. Именно сила чувства здесь присутствует. И поэтому мы имеем право думать, что это близкие люди, которые встретились против какой-то разлуки. И они любят друг друга по-настоящему. А вот другое произведение художника Марка Шагала. Оно уже, вы знаете, исполнено в самом конце его жизни, в 1980 году. Называется она «Художник его невеста». Я бы сказала, что в этой картине мастера очень преклонных лет присутствуют все мотивы, которыми он пользовался раньше. Но если хотите, это такой своеобразный коллаж, то есть соединение самых разных мотивов, действия между небом и землей. Но этой картине нельзя отказать и в искренности, и, главное, в возвышенности тех чувств, о которых, хочет сказать художник. Это очень поэтическое произведение. И вот эта нота поэзии, возвышенности, взаимного доверия к теме вот этой человеческой близости необыкновенно свойственна этому художнику. И вы знаете, мне хотелось закончить вот этот раздел выставки, показав вам картину художника Александра Самохвалова. Я была знакома с ним, с этим замечательным мастером. Он вообще из Петербурга, тогда из Ленинграда. Он многократно приезжал в Москву, бывал на выставках, выставлял свои картины. И надо сказать, что, на мой взгляд, одной из замечательных его картин является вот эта картина, которую нам предоставил русский музей. Называется она «После кросса». Недавно была большая выставка в русском музее, посвященная как раз обнаженной натуре. Она была названа Советской Венерой. То есть мы возвращаемся как бы тому первоначальному образу, с которым мы знакомились с вами в начале нашего размышления на эту тему, которая была связана с античной скульптурой. И вот здесь, я бы сказала, по красоте, по какой-то чистоте, мощи, силе образа Самохваловская спортсмека, она где-то стоит рядом с этой античной статуей. По достоинству, по красоте, по уважению к этой личности, вот этой женщине. Надо сказать, что обнаженная натур не так часто изображалась в советском искусстве, но все-таки недавно показанная выставка на эту тему в русском музее показывает, что ей не так редко. Другой вопрос, на выставках эти картины показывались не очень часто. Ну, существовал такой некоторый пуританский кодекс в те времена, что можно, что нельзя изображать. Но, тем не менее, я бы хотела сказать, что это правдивый образ жизненно. Потому что такой тип женщины, именно женские образы, они появлялись в искусстве 20-х, 30-х годов. Картина написана где-то около 1935 года. Очень правдивые и реально существовавшие люди и образы. У них нет никакой мифологии, у них нет ничего придуманного. Они были. Это действительно было открытие образа женщины, в том числе образ женщины прекрасный, это несомненно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин